Прикольно. Давай, дружи. Я тебя люблю. Как вы думаете, это они говорят серьезно? Вернее, осмысленно? Или просто бездумно произносят запомнившийся набор звуков? Можем ли мы, люди, вести с попугаями диалоги по душам? А речь – это признак ума? И как его вообще определить у птиц? Давайте выясним. А также разберемся, о чем ухают совы. Правда ли, что голуби способны отличить картины Мане от полотен Пикассо? Почему утки считаются коварными обольстительницами? Умеют ли куры считать? И про что каркают вороны? Давайте получим ответы на эти вопросы, изучив основные способы коммуникации птиц-полиглотов. Птицы – это одни из самых удивительных и загадочных живых существ. Говорят, по когнитивным способностям они превосходят многих млекопитающих. Но птицы уж точно умнее динозавров. Как минимум по той причине, что не вымерли 66 миллионов лет назад из-за падения астероида, уничтожившего их крупногабаритных родственников. Птицы – это не вымершие динозавры. Динозавры – это рептилии. То есть, собственно, все приспособления птиц к полету, на самом деле, это приспособления динозавров к огромному весу. Воздушные мешки, полые кости, ну и, соответственно, потом перья появились как красивая штука такая. Да, птицы живут давно. Быть может, поэтому некоторые их виды, наравне со змеями и прочими рептилиями, ассоциируются у нас с седой мудростью. Возьмем, к примеру, сов, которые нам, людям, кажутся обладателями воистину энциклопедических знаний. Не зря же мы включаем их изображения в символы библиотек, книжных издательств и многочисленных научно-исследовательских учреждений. Вот символ мудрости – это сова. Ну, сова действительно на вид очень умна, ну, тем более и, так скажем, визуально интеллекта добавляет ее расположение глаз, что действительно у многих сов, ну, как практически, как человеческое лицо, она выглядит, как какая-нибудь сова или филинг, как такой мудрый старец. Сразу вспоминаются строчки Константина Бальмонта. «Сова, кто смотрел в твое круглое желтое око, тот знает великую тайну чудес. У мудрая птица, чей взор темноту проницает, в ночи, где дневные не видят низки. Ты сидела на страшной избушке еги, ты глядела в глаза благородной Афины, ты была за плечами у всех колдунов». Но так ли это на самом деле? Или совы не те, кем кажутся? «У них бесшумный полет, острые когти, превосходное зрение, то есть, ну, никакие другие птицы таким не обладают. Они прекрасно видят, ну, не в полной темноте, но в сумерках. Вообще, в принципе, крупный, хорошо развитый мозг сове, он ни к чему. То есть, у нее в голове огромные глазные яблоки, то есть, специализированные органы, например, глаза, которые занимают очень много места в черепе, они, ну, если это можно совсем простым языком так сказать, немного вытесняют мозг и, так скажем, их интеллектуальные способности». Вот это крушение. Символ мудрости и знаний разбился на тысячи осколков. С другой стороны, теперь понятно, почему в истории про Винни-Пуха и его друзей сова, хоть она и является старейшей жительницей сказочного леса, отличается безграмотностью и неспособностью сочинить даже текст поздравления на день рождения. «У них есть набор таких, если так сказать, очень прикольных каких-то инстинктов, каких-то поведенческих аспектов, которые у всех сов абсолютно стандартные. То есть, там очень мало в этом индивидуальности. То есть, они действительно ведут себя, как нам кажется, очень по-умному, очень как-то сложно, но на самом деле нет». Что же означает тогда легендарное совиное уханье, считающееся одним из самых узнаваемых в природе звуков? Если это не обмен цитатами Платона или Аристотеля, то что же тогда? Совы-птицы территориальные. То есть, у каждой совы, особенно когда у них начинается брачный период, есть своя территория. Уханьем они обозначают то, что это, так скажем, их земля, это их территория, здесь они будут размножаться. То есть, они могут даже друг друга прогонять. То есть, они так выбирают себе нужное место и так обозначают всем, что здесь я, это мое. Достаточно просто, кстати, сову обмануть. Если включить запись голоса совы, вот это уханье, то довольно быстро прилетит другая сова этого же вида, если она оказывается где-то рядом, чтобы, так скажем, прогнать своего соперника. Потому что их звуки не имеют какой-то четкой, ярко выраженной индивидуальности. Это не скворец, который поет все, что когда-либо услышал, может воспроизвести любой практический звук. Будь тут дверной скрип или мяуканье кошки и так далее, у сов все в этом смысле очень просто. Вот она ухает, вот она кричит, и у них набор звуков не очень большой. А что значит совиные улюлюканье? В них тоже нет отголосков интеллектуальных бесед. Это звуки страсти, означающие, что у кого-то свидание переходит к самой жаркой стадии. А к чему совы кивают головой? Это знак, что они слушают на полном серьезе. Вот только слух их обращен не к выкрикам собеседника, а еще дальше. У сов уникальный слух. У них, они во время охоты полагаются не только на свое вот это мощное зрение, это на самом деле живые приборы ночного видения, но еще и на слух. То есть, чтобы точно определить, где находится жертва, во-первых, они, конечно же, видят мышь, как она шуршит где-то в листве. Кроме этого, чтобы точно совершить точный бросок, они еще оценивают звуки. И чтобы точно определить местоположение жертвы, они вот так интересно вертят головой. Это нам кажется, что это что-то обозначает. На самом деле, они пытаются определить точно расстояние до объекта и его местоположение. Что ж, совы разоблачены. Но не стоит их угорять. Ведь птица все равно нам не ответит. Максимум распушит перья, чтобы хоть как-то усилить свою весомость и значимость. А то и вовсе смутится. И начнет теребить свои пестринки, пытаясь скрыть волнение, уйти в себя и сделать вид, что обвинения в отсутствии глубоких знаний не имеют к ней совершенно никакого отношения. Сами же не раз были в подобных неловких ситуациях и вели себя точно так же. Базово движения, которые выдают вашу неуверенность, они суетливые. Они мелкие. И это всегда попытка трогать себя. Почему мы трогаем себя, когда мы волнуемся? Потому что ты себя возвращаешь в свое тело. Тело – это самое безопасное, что у нас есть. Это как бы вот наше материальное, наше твердыня под ногами. И мы в момент, когда себя касаемся, как бы говорим, ты здесь, все нормально, смотри, все хорошо. Мы себя успокаиваем. То есть вот эти поглаживающие, вот эти жесты, когда я к себе прикасаюсь, я себя так успокаиваю. Да, совы оказались более простыми, чем думалось раньше. Но нас с вами ждет еще не один кульбит и переворот представлений. Взгляните на голубей. Кажется, что можно ожидать от птиц, ковыряющихся на помойках? Но поверьте, им есть чем нас удивить. Сов считают очень умными, голубей очень глупыми. Все с точностью да наоборот. Можно ли где-то в цирке увидеть дрессированную сову? Нет. Нет. Голуби живут в больших группах. Они не хищники. То есть их жизнь изобилует разными задачами, которые нужно решать. Как коммуницировать в стае друг с другом, как спасаться от хищников и так далее. Им приходится решать очень много разных задач. Очень приходится часто импровизировать. И, соответственно, у них интеллект развит довольно сильно. У голубей. Как же именно они общаются друг с другом? Ну, во-первых, голуби курлыкают. Этот звук означает спокойствие и радость. Ну и правда, как не курлыкать, если солнце припекает, ты голубь, находящийся где-нибудь на площади Сан-Марко в Венеции или в летнем саду в Санкт-Петербурге. Прохожие бросают тебе крошки и семечки. Кстати, сразу оговоримся. Голуби четко понимают, сколько именно еды вы им кинули. А также отмечают, если вы прошли мимо и не дали им ничего. Ну, безусловно, голуби умеют считать. Во-первых, они хорошо понимают, какая кучка больше, какая меньше. Если отличия довольно явные, то есть там 3 и 7, они, безусловно, с этой задачей легко справляются. Ну и я думаю, что голуби тоже, да, с порядком счета до 7 тоже замечательно справятся, как и многие другие птицы. И главное, что птицы многие еще и распознают понятие нуля. То есть такую цифру, как ноль, достаточно сложно понять. Пустоту обозначить довольно сложно. Но многие птицы ее легко ставят в начало числового ряда. И я думаю, что голуби тоже с этой задачей легко справятся. Но если курлыканье происходит на повышенных тонах, то это уже сигнал опасности. Предупреждение товарищам, что лучше смыться от греха подальше. Улетая от источника опасности, голуби не забывают о своих товарищах. Они издают звуки крыльями. Наверняка же вы слышали этот лавинообразно нарастающий шелест. Он наполняет воздух, если стаю голубей согнать с насиженного места хлопком или резким окриком. Так вот, этот звук — не просто побочный эффект полета, а разработанная стратегия оповещения зазевавшихся собратьев о том, что им тоже пора бы валить. А как голуби летают? Они не просто могут долго махать крыльями и перемещаться на значительные расстояния. Эти птицы мастерски ориентируются в пространстве. Не зря Замуэл Маршак писал. «Ни один не знает штурман путь свой на зубок, так как знает быстрый турман — сизый голубок». Что будет, если забрать голубя из родного места или голубятни, посадить в клетку, отвезти, скажем, на другой континент, а потом выпустить на волю? Рано или поздно он вернется домой. Проверено тысячелетиями практики. Именно так и работала голубиная почта. И голуби-почтальоны всегда находили дорогу домой и доставляли письма нужным адресатам. Ориентироваться в полете им помогают особые органы чувств, которые пока достоверно не обнаружены. Но известно, что они улавливают линии магнитного поля планеты и преобразуют их в голове голубя в подобие карты. Кроме того, сизокрылые пернатые невероятно внимательны к деталям. Голуби прекрасно различают различные предметы. И они гораздо лучше видят отличия между очень похожими предметами, потому что они обращают внимание на мелкие детали. Вообще весь организм голубя, весь мозг голубя настроен на то, чтобы отличать мелкие детали. Голуби гнездятся в скалах. Соответственно, когда ты улетаешь от своего гнезда, тебе его нужно найти, когда ты возвращаешься назад. И тут важно запомнить мелкие камни, как расположены, какие-то мелкие выступы, потому что в целом, конечно, горы очень однообразный ландшафт. Собственно, когда голуби поселились в городах, они тут тоже легко освоились, потому что наши дома очень похожи на скалы, в которых они живут. Нынче многие голуби ведут жизнь городскую. Можно даже сказать светскую. Они знают, на затворках какого ресторана лучше всего караулить еду, на каких статуях и памятниках удобнее всего осматривать окрестности. Нередко они и на вернисаже залетают. И разбираются в искусстве порой лучше, чем мы с вами. Уж они точно сумеют отличить Моне от Пикассо и даже Моне от Моне. Да что там! Да, если закрыл им возможность, они и в рентгеновских снимках найдут 10 отличий. Ну и голуби прекрасно различают разные картинки. Это показано во множестве экспериментов. Например, голубям давали разные фотографии человеческих тканей, гистологические препараты. На одной находилась здоровая ткань, на другой ткань, поражённая опухолями. Соответственно, клетки на них выглядят несколько иначе. И голуби справлялись с этой задачей в несколько раз эффективнее, чем самые опытные хирурги. Просто потому, что голубь видит гораздо больше отлично. А теперь нас ждут птички, которые, по заверениям некоторых учёных, умнее кошек, собак и даже дельфинов. Они разбираются в основах геометрии, устанавливают причинно-следственные связи, способные расплачиваться за еду деньгами и умеют говорить человеческим голосом. Конечно же, это попугай. Не удивляйтесь. В дикой природе попугаи не используют слова из человеческого репертуара. Там они просто на разные лады орут. У птиц очень хорошо развита система, которая позволяет им воспроизводить множество звуков. И, конечно, птица воспроизводит не только человеческую речь. В зависимости от того, где птица живёт, живёт ли она в природе или живёт ли она дома, она будет воспроизводить часто эти звуки, которые она слышит. У попугаев самые распространённые, так скажем, самые распространённые коммуникативные приёмы – это, конечно же, голос. Они довольно крикливы. И это обязательно что-то обозначает. Кокоду чаще всего кричат «кааа», что напоминает нам крик о помощи. Крики венесуэльских амазонов похожи на «ку-ку» или «ку-ки». А вокализы «жако» вообще можно спутать с рычанием страшного зверя. Это, скажем так, основные темы, которые попугаи постоянно насыщают новыми подслушанными звуками, будь то хруст ветки, падение капли или вой хищника. Из этой палитры птицы делают своего рода рениксы и вовсю концентрируют, стремясь перещеголять друг друга. Но основная задача этих птиц – просто обогатить песню, сделать её не похожей на песню других самцов твоего вида, потому что чем у тебя необычные песни, тем больше вероятность, что на тебя обращает внимание самка. В принципе, у попугаев в природе та же самая задача, то есть их песня должна быть очень разнообразной. Ну, не песня, а крик в случае попугаев. Когда же в репертуаре попугаев впервые появились слова? Тогда, когда их удалось приручить. Возможно, это случилось ещё в IV веке до н.э. Сохранились свидетельства, что именно тогда индийские послы вручили персидскому царю артаксерксу птицу – речь, которая была похожа на человеческую. Очевидно, индийские послы, пока ехали ко двору, много болтали, и у птицы был шанс записать их слова на корочку. Ну, как-то у них голосовые связки так устроены, что они могут воспроизводить человеческую речь. Шампанзе, например, не может, а попугаи могут. Это птицы, которые способны к обучению, которые могут подражать. Не зря существуют говорящие попугаи, которые, ну, естественно, нашу речь не понимают. То, что они воспроизводят, они не понимают смысла этих слов. Но, тем не менее, повторить за нами они могут. Ну нет, не все попугаи одинаковы. Кто-то, конечно, как попка-дурак, повторяет человеческую речь механически. Но существуют виды, которые, оказавшись в неволе, настолько хотят поговорить, что начинают считать людей членами своей стаи. И стремятся изучить человеческую речь, чтобы общаться с хозяевами. Птичка моя, рыбка моя. По сути, да, они начинают общаться от безысходности, от скуки, да, и их сородичем становится человек. В условиях неволи многие попугаи прекрасно овладевают речью. Маленькие попугаи просто так ее повторяют, а крупные попугаи, такие как Жако, это, наверное, самые умные из попугаев, овладевают речью осознанно. Но что касается, например, крупных попугаев, очень много изучали именно это их поведение, воспроизводство человеческой речи. И действительно, все-таки похоже, что они разговаривают вполне осознанно. То есть они творчески используют речь. Они, например, могут перевести слово, которое они услышали только в простой форме, они могут перевести его в уменьшительно-ласкательную форму, хотя они никогда в такой форме это слово не слышали. Они могут шутить, они очень уместно используют язык. В Китае попугай и вовсе является героем множества народных сказаний. Зачастую по сюжету муж отправляется в долгое странствие и оставляет попугая шпионить, чтобы потом узнать от птицы, как вела себя в его отсутствии жена. А ведь действительно, попугаи отличаются способностью умолчать о многом, но то, что совершенно не годится для чужих ушей, расскажут обязательно. Как же так получается? Все дело в том, что эти птицы лучше всего запоминают фразы, произнесенные с эмоциональным подъемом. Как раз те, что говорят во время тайных свиданий и шумных ссор. Не поэтому ли пиратские капитаны часто сажали себе на плечо в качестве советников попугаев, чтобы ябеничали им обо всем, что происходит эдакого на борту корабля. Бывают случаи, когда они немножко третируют других животных. Ну, например, бывают случаи, когда говорящий попугай начинает голосом хозяина отдавать собаке какие-то приказы, а хозяина дома нет. И собака не может понять, что происходит. Она слышит голос хозяина, она там сидеть, лежать делает, а для кого непонятно, потому что нет рядышком хозяина. И, в общем... То есть они действительно очень хорошо умеют пользоваться нашей речью, как языком настоящим. Для того, чтобы попугай по-настоящему заговорил, его необходимо обучать. Долго и часто показывать определенный предмет по гремушку, стол, телефон, орех, виноград, да что угодно, и громко произносить название этого объекта. С течением времени у птицы закрепятся причинно-следственные связи между физическим предметом и его словесным обозначением. И попугай возьмет слово в оборот. Самый известный пример – это попугай Алекс. Тоже был случайно куплен в зоомагазине и попал в нужные руки. Собственно, исследовательство с ним занималось достаточно долго. Он мог произнести порядка 150 слов и знал тоже несколько сотен слов. То есть он понимал их. И пользовался этими словами абсолютно осознанно. То есть он говорил своей хозяйке, что он хочет в какой-то момент. Она ему, допустим, давала орех. Он говорил, я не хочу орех, дай мне виноград. Кроме этого, африканский серый попугай Алекс различал семь цветов, знал понятие «больше», «меньше», «одно и то же». А еще использовал в общении со своей хозяйкой азы человеческого этикета. Один раз он летал свободно и погрыз какие-то важные ее документы. Она на него очень разозлилась и начала на него громко кричать. Он на нее обиделся, ушел в клетку. Она ему сказала «извини». Он запомнил этот момент. А потом повторилась ситуация в обратную сторону. То есть он на нее очень громко кричал, что-то вел себя очень плохо. Она обиделась, сидела, занимала своими документами. И тут неожиданно услышала, что он ей говорит «извини». То есть он понял, что это слово обозначает, помогает сгладить этот конфликт и перенес это на свой следующий опыт. То есть обладал действительно сложными словами. Если вести в этом направлении селекцию, то, может быть, через несколько десятилетий или столетий попугаи начнут говорить о смысленном. Смотрите далее. Как флиртуют утки. Правда ли куры так глупы, как мы привыкли думать? И почему врановых птиц называют гениями птичьего мира? Пришло время дать слово самым многочисленным птицам мира – петухам и курам. Вы только представьте. На нашей планете их в разы больше, чем нас, людей. При этом отношение у нас к ним, мягко сказать, снисходительное. Куриные мозги – что с них взять? Но мы намерены доказать, что интеллектуальные возможности кур недооценены. Домашние птицы – важнейшее животное для человека. Если посчитать, что в год человек использует более 100 миллиардов домашних птиц, то мы поймем, насколько важен этот контакт. Есть интересная версия, ради чего тысячи лет назад наши предки стали предпринимать первые попытки приручить кур и петухов. Вовсе не ради яиц. Дикие куры неслись тогда весьма скромно. Древнего человека манила жажда зрелищ, бои петухов. Подобные представления до сих пор нередко проводят в Индонезии и на Филиппинах. Да и на наших подворьях за петушинами разборками и по сей день можно понаблюдать. Всякие турнирные сражения это особенно заметно среди многих куриных, потому что многие петухи дерутся для того, чтобы и занять территорию, для того, чтобы охранять своих самок. Друг другу петухи демонстрируют свои представления о приоритетах. Конечно, если в домашней стае содержится несколько петухов, между ними неизбежны разборки, неизбежны конфликты. Но петухи существа благородные и расчетливые. Драка ради драки их не интересует. Сначала они много раз предупредят противника гребешком, клювом, хвостом, намекнут движением перьев, чтобы оппонент шел со двора по добру, по здорову. Хорошо продемонстрированная угроза позволяет одному принять решение, что он не будет претендовать на свою главенствующую роль, а уступит тому, кто ярче распушил свои перья на шее, поднял хвост, гребешок и грозно направил на противника свой открытый клюв. В этом случае у второго петуха всегда есть возможность решить конфликт без физического контакта, развернувшись и удалившись, что регулярно вызывает иронию, что один петух гоняется за другим. На самом деле это мирное разрешение вопроса о иерархии, о том, кто в этот момент будет отцом цыплят, которые через несколько недель родятся в этой стае. Между прочим, петушиное кукареканье это своего рода звуковая замена боя, оповещение о круге, что глава гарема силен, и другие петухи могут даже не тратить время, пытаясь соваться в его владение. Однако то самое кукареку должно звучать мощно, раскатисто, в общем, убедительно. В голосе должна быть сила, иначе петуху никто не поверит. Бодрыми громкими криками петухи начинают оглашать округу поутру, всегда в одно и то же время, вместо будильника. Неужели в них встроены своего рода биологические часы? Или ориентиром петуху служит солнце? Чтобы выяснить это, японские ученые провели эксперимент. Поместили нескольких птиц в искусственные условия, где включили им картинку рассвета вечером. Но провести петухов не удалось. Они начинали голосить в привычное для них время. Петухам не нужны не только будильники, но и барометры. Эти птицы могут предсказывать погоду не хуже синоптиков. Если запоют сразу после захода солнца, жди смены давления. Кукареку после девяти часов вечера к дождю. А если после десяти вечера, значит будет ясно. Возможно, петухи и куры смогли бы обойтись и без калькулятора там, где нам, людям, он необходим. Да-да, вы не ослышались. Куры умеют считать. Даже курица может различить числа зерен девять, семь, то есть где девять, где семь. Вот она охватит одновременно взглядом девять зерен и возьмет сначала эту кучку. Причем это кажется не очень впечатляющим. Но человек одновременно не может посчитать больше семи без тренировки. То есть он одновременно видит только семь объектов. Если их больше семи, ему надо посчитать. А курица девять. Значит у курицы наверное более развито такое-то пространственное мышление. А теперь нас ждет краткий экскурс по куриной лингвистике. Начнем с языка жестов. Как думаете что значит эта поза? Для птицы наклон головы, поворот ее, поскольку у курицы как мы знаем глаза расположены по разные стороны головы и она не может большую часть окружающих предметов видеть двумя глазами сразу. Так вот тот самый поворот головы, подвижность шеи, наклон клюва или поднятый гребешок сигнализирует другим членам коллектива о том что обнаружено что-то любопытное. Скорее всего это конечно не угроза, скорее всего это источник питания. А еще жизни курицы это бесконечные реверансы и книгсены. Обратите внимание на полусогнутые ноги этой несушки. Она вынуждена так приседать проявляя покорность и перед петухом и перед старшими курицами. А если не склонит колено будет драка. Вообще ноги у кур весьма красноречивы. И курица даже своим недавно родившимся цыплятам движениями ног, движениями головы показывает что следует подойти поближе познакомиться со столь новыми но перспективными для них червячками, зернышками и другими источниками благосостояния. Знаете, что сейчас звучит? Так называемая яичная песня. Самые громкие кудахтанья и квохтанья курица издает, когда отложила яйцо. Вскоре к ней присоединяются ее напарницы и так совместно хором, перерастающим в какафонию, они празднуют скорое рождение новой жизни. А затем куры начинают издавать звуки, напоминающие то ли жужжание, то ли тихое кудахтанье. Так они разговаривают с цыплятами, заключенными в яйце. Звуковое общение кур со своими неродившимися цыплятами позволяет им синхронизировать момент выхода цыплят на свет, потому что курица при самом стремительном производстве яиц все равно приносит их со скоростью одну штуку в сутки. И вот 10, 12, даже 20 яиц таким образом по возрасту отличаются на 20 дней. Самое первое от самого последнего. А курица должна практически в один день всех цыплят уговорить вылупиться из яиц. таким образом сообщает она им, что вот этот день еще не пришел или наоборот. Птенец уже к этому времени начинает понимать, как звучит голос его мамы, вообще, как звучит голос курицы. Он дает знать о том, что он живой. Если рассматривать это, как современные зоопсихологи любят так сухо дистанцироваться, то просто у курицы инстинктивно возникает эмоциональная реакция, она кудахчет. И птенец просто это слышит и отвечает, возбуждая ее на дальнейшее кудахтание. Скажем так, она говорит, ну что там, ну что там, а он ей говорит, а, все хорошо, все нормально. И вот цыплята вылупляются на свет. Кстати, вы знали, что набор рефлексов и навыков, которыми располагает однодневный цыпленок, соответствует такому же набору внимания трехлетнего ребенка. Вы понимаете, насколько смышлеными они станут, когда повзрослеют? Кажется, знаменитое выражение Конфуция, что у женщины ума, как у курицы, а умной женщины, как у двух куриц, может звучать не как поклеб, а как комплимент. Кажется, мы кого-то насмешили. Кто-то считает, что выражения Конфуция нелепы и годятся только курам на смех. А это хохочет утка. Все ясно. Расслабьтесь. К нам ее гогот не имеет никакого отношения. Скорее всего, этим звуком она, словно неловкая и растерянная Джульетта, призывает на свидание своего Ромео. Ну что ж, цель достигнута. Ромео на балконе. Точнее, селезень явился. Ой, а что это началось? Вы видите, утка как будто смущена. Глаза отводит, клюв прячет в перьях. Кажется, эта утка никакая не робкая Джульетта. Делает она вид, что чистит перышки, как будто перед тем, как захохотать, этого не сделала. Это не кокетство, а продуманная стратегия соблазнения. Пример того, как, не сказав ни слова, обратить на себя внимание и заорканить парня. Подобное поведение частенько можно наблюдать не только на прудах и водоемах, но и в столичных клубах знакомств. Какие сигналы женщина может подать к тому, что ей интересно сокращать дистанцию, что она заинтересована в вас, как в мужчине. Например, она может вот так подбрасывать волосы и начать делать это достаточно активно. Социологи заметили, что как только в поле появляется мужчина, в женском коллективе, все начинают трясти гривы. из мира животных все идет. Мы начинаем привлекать внимание. То есть, если женщина начала активно, достаточно активно поправлять волосы, я хочу здесь обратить особое внимание. Это не к тому, что она сидит, пишет, ей мешают волосы, и она их убирает. Нет. Это другие знаки. Если она именно без надобности как бы волосы откидывает, как-то ими играет, то, скорее всего, она демонстрирует влечение и заинтересованность. Если женщина начинает касаться каких-то зон, которые обычно мы прячем, то есть, это уязвимые места. Это что? Это шея, это запястье. Если она начинает демонстрировать свои запястья, демонстративно касаться своей шеи, декольте, то, скорее всего, она как бы приглашает к тому, чтобы дистанцию сократить. Вы видите, утка своего добилась. Уже вовсю кружится селезнем в брачном танце. Кажется, ей стоит открыть курсы по обольщению и поделиться своей женской мудростью и хитростью. А что вы думаете о воронах? Умные они или глупы? Однозначно, имидж ворон подпорчен басней Крылова. Там ворона изображена глупой, падкой на лесть лисы. Вспомните, у птицы там даже слов нет. Всю басню сидит с сыром в клюве, в финале позорно его проворонив. Но если бы ворона и лисица встретились не на книжных страницах, а в реальности, сюжет был бы иной. А если бы на месте вороны был ворон, лисица однозначно осталась бы в дураках. Ведь эти представители пернатых считаются самыми умными птицами на планете. Говорят, врановые, способные заткнуть за пояс не то что лис, но даже попугаев. Мне кажется, если сравнивать врановых и попугаев, то скорее всего поумней вороны. Врановые это гений птичьего мира. Вороны это вообще мощное хищное животное. И соответственно у них есть просто предпосылки к развитию интеллекта. Опять-таки мы берем то, что это стайное животное, ему есть с кем общаться, общение развивает мозги очень неплохо. Итак, о чем же вороны каркают? Они так приветствуют друг друга, орут, как на митинге, определяя дальнейшую судьбу стаи, или попросту осыпают друг друга площадными ругательствами? Вороны обмениваются ощущениями, то есть хорошо, хорошо, плохо, плохо. Плюс помимо каркания непосредственно, у них еще большую роль играет язык тела, универсальный для всех птиц. Приоткрыл крылья, распушил хвост, подсогнулся, показав свою покорность, или ты выпрямился, показывая свое превосходство. Вороны это единственные птицы, которые проходят зеркальный тест. Попугаи, например, не проходят. Попугай воспринимает отражение в зеркале, как другую птицу. А ворон, видя себя в зеркале, понимает, что это не другая птица, а его собственное отражение. О чем это говорит? Да о том, что вороны обладают самосознанием. А еще можно пофантазировать, что вороны много практиковались зеркалами, проживая в домах магов и алхимиков. С этими птицами чернокнижники действительно часто советовались, считая их посланниками потустороннего мира и даже предсказателями. Ладно, давайте допустим, что вороны обладают даром предсказания. Но тогда вопрос, как они могут поведать нам о них? На это есть намек в стихе Константина Бальмонта. Ворон, знающий речь человека и до ныне от века не забывший, как судьбы разведать по рунам надзвездным. Да-да, вам не показалось. Поэт уверяет, что ворон вполне способен заговорить с нами человеческим голосом. Среди врановых есть несколько видов, которые тоже прекрасно могут человеческую речь воспроизводить. Причем тоже, как и крупные попугаи, ворон может использовать речь вполне осознанно, а не просто механически воспроизводить те или иные звуки. Вороны и вороны умеют разговаривать, они овладевают словами, вороны хуже, вороны значительно лучше, и они умеют общаться обдуманно, использовать слова не просто так, а понимая их конкретный смысл, но для этого нужно правильно учить, то есть, конечно, нельзя просто повторяя одно и то же слово, научить ворона говорить. Ему нужно объяснять, что значит то или иное слово, и потом в подходящий момент ворон легко использует эти слова. и овладевает достаточно большим объемом слов. Но попугаи явно владели большим объемом слов, чем врановые. Отчего же именно воронам, сорокам, галкам и майном ученые отдают интеллектуальную пальму первенства в мире птиц? Городские вороны, пожалуй, одни из самых умных птиц. Во-первых, они прекрасно умеют открывать пачки с чипсами, это тоже довольно сложная задача, но вороны справляются с ней легко, после этого они легко достают чипсы и понимают, что их нужно размочить, потому что это довольно сухой предмет. Городские вороны умеют раскалывать орехи, садясь на провода, ворона садится на провод, бросает орех на дорогу и ждет, когда проедет по нему машина, после этого она легко понимает, в какой момент нужно опуститься, то есть она смотрит за другими машинами, потому что для нее машины несут тоже большую опасность, и мы знаем, что лесные вороны делать так не умеют, то есть этот город так сильно влияет на интеллект этих существ. Если им не хватает длины клюва, они что-то могут доставать себе пищу при помощи какой-нибудь палочки, к примеру. Ну, то есть какие-то самые простые, элементарные орудия труда они могут использовать, если вдруг им, так скажем, не хватает их собственных физических способностей. Я лично видел, как ворона при помощи проволоки открывала свою клетку, согнув там вот этот вот какой-то кусочек проволоки, она как-то поддела и вылезла. Это не каждый человек это сможет сделать. Более того, вороны вполне себе применяют на практике закон Архимеда, тот самый, который мы, люди, проходим аж в седьмом классе. Знают закон Архимеда, например, который нам надо учить в школе, они его знают на уровне прошивки, то есть накидать в стаканчик с какой-то вкусняшкой и водой камней достаточно, чтобы уровень воды поднялся, и вкусняшка выплыла в доступное место. Да что там, вороны прекрасно понимают, что такое деньги и как ими пользоваться. Были эксперименты, в которых, значит, ученый, исследователь, этолог научил ворон приносить монетки за орешки. И потом он настроил виндинговый автомат так, что они приносили, бросали туда, значит, монетку, и оттуда выпадал орешек. И они со всей округи собирали потерянные монетки, что, в принципе, говорит о том, что наука – это прибыльно. А еще врановые периодически начинают скучать и придумывают себе развлечения. Во-первых, они играют, то есть способность к игре, это тоже говорит об уровне интеллекта. Там, что даже видео есть, они там катаются на крышках от майонеза, с куполов, то в Кремле все по золоту стерли. То есть это вот, ну, как на санках, То есть это чистая игра, там даже, вот, кошки играют, они обучаются охоте, а здесь вот просто вот игра сама, в чистом виде, сама по себе. Если животное умеет играть, то, значит, его мозг достаточно большой, и у него есть достаточно свободного времени для того, чтобы заскучать. А когда ты скучаешь, ты можешь пойти поразвлекаться, например, вот покататься так просто с крышей, и они это не делают ни для каких целей, то есть это просто действительно развлечение. Или как вороны, например, дразнят собак или кошек. Это тоже, в общем-то, такой сложный акт поведения, который, в принципе, рационально никак объяснить нельзя, он никак не помогает. То есть это говорит о их, так скажем, некой эмоциональности и интеллекте. Что ж, мы выяснили. Совы не те, кем кажутся. Когда они кричат, то произносят не цитаты Платона и Аристотеля. Смысл более прост. Я ухаю, значит, существую. Голуби — это не просто сизокрылые хулиганы с городских улиц. Они разбираются в географии и в искусстве, даже способны отличить картины Моне от полотен Пикассо. Утки коварны и обольстительны. Прикидываясь робкими джульеттами, они сражают поклонников на повал. Так что те не успевают даже заметить, как уже кружатся в брачном танце. Попугаи способны выбалтывать самые грязные тайны своих хозяев. Ведь лучше всего они запоминают фразы, сказанные с эмоциональным подъемом. Куры и петухи — птицы самые многочисленные и самые недооцененные. Они способны заменить будильник, барометр и даже калькулятор. Карканье ворон таит много смыслов. Это может быть и обсуждение закона Архимеда, и вещание предсказаний, и просто терзкая шутка. Это был краткий экскурс в языке птиц-полиглотов. Разумеется, их способы коммуникации куда обширнее и многообразнее. Но даже благодаря уже составленному нами базовому словарю можно понять окружающую нас дикую природу чуть лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok